Добрый день, дорогие партнеры! На часах 13.00 с вами Светлана Бойцова, тренер по продукту территории Москва. Сегодняшний наш прямой эфир посвящен парфюмерному гардеробу, а именно осеннему парфюмерному гардеробу. Пока все подключаются, я прошу вас поставить полюсики, опознавательные знаки, видно ли меня, слышно, все ли хорошо. Хорошо, отлично, все подключаются. Сегодня мы поговорим о том, как же грамотно пополнить свой осенний парфюмерный гардероб при помощи продуктов, ароматов из 15 каталога с глубокими скидками. Отлично, Оксана, спасибо, спасибо. Сегодня мы будем говорить о ароматах, которые представлены с глубокими скидками. Сегодня у нас традиционно не очень длинный прямой эфир. Сейчас я подгружу картинки, которые подготовила моя коллега Мария Казаченко. Как всегда, мы будем пользоваться, отлично, спасибо, полетели блютики, потрясающими баннерами, которые, разумеется, после эфира я отправлю в наш телеграм-канал. Ссылку на телеграм-канал я обязательно отправлю, поделюсь после эфира в сториз. Приостановлено, мне было написано, что приостановлен эфир, но надеюсь, сейчас все хорошо, чтобы вы брали эти баннеры в работу и, соответственно, проводили свои эфиры или просто делали продуктовую коммуникацию. Когда мы говорим о парфюмерном, осеннем парфюмерном гардеробе, так, все окно, значит, это у меня просто на инстаграм скачет, потому что у меня периодически показывает, что приостановка эфира из-за плохой связи. Ну, надеюсь, если у вас все отлично, то я не буду тогда на это отвлекаться, буду продолжать вещать. Когда мы говорим, да, те, кто были на предыдущих эфирах, когда мы запустили серию эфиров по утеплению ароматами в осенней коллекции, многие уже знают, что необходимо подбирать свой парфюмерный гардероб, исходя не только место назначения, мероприятия, куда вы пойдете с этим парфюмом, с этой туалетной водой, а именно еще и время года, поскольку именно парфюмерная композиция так или иначе влияет на раскрытие на вашем теле в зависимости от температурного режима. Есть такое понятие, как летние ноты, как осенние, зимние и так далее. Допустим, если мы зимой будем использовать летние ароматы, они не так будут раскрываться и не дадут тот должный эффект, тот посыл, который вы хотите нести миру. Когда мы наносим аромат, мы же завершаем образ и мы же даем именно вот этот посыл миру, который мы сейчас хотим, то настроение, которое у нас сейчас есть. Поэтому в нашем парфюмерном гардеробе должно быть представлено как минимум 5-6 ароматов на определенный сезон. То есть сейчас на осенний сезон у нас в нашем парфюмерном гардеробе должно быть минимум 5-6 ароматов. Если больше, отлично. И сегодня мы поговорим о тех ароматах, которые могут пополнить ваш осенний парфюмерный гардероб. Начнем мы с моноароматов. Это такая категория ароматов, ее можно даже охарактеризовать как нишевая категория, поскольку там представлен один ключевой ингредиент. В данном случае это парфюмерная вода Sun Blyme Nature Tonka Bean. И основной ключевой ингредиент парфюмерный это бобы тонко. Как вы знаете уже, мы обсуждали на предыдущих эфирах, что бобы тонко это тип аромата фужерный, но представлен когда в мужском аромате. Бобы тонко придают изысканности, элегантности. А исключительно в этой парфюмерной воде технология Sublime CO2 это процесс экстракции вот этого ингредиента. Он настолько бережный и настолько тщательно подобранный для того, чтобы максимально передать натуральное природное звучание вот этого ключевого ингредиента. И для любительниц изысканных, не сложных композиций, но вот таких элитарных, когда композиция ассоциируется с вами парфюмерная. То есть когда мы говорим о парфюмерной композиции сложной или стандартной, где три ключевых ингредиента минимум, там да, там нам проще. Мы понимаем, здесь у нас роза так раскрывается, здесь у нас жасмин так раскрывается, ваниль на каждом теле по-своему. А представляете, насколько может быть уникальное звучание, если всего лишь один ингредиент и достаточно сложный, как бы, быть тонко. Он может раскрываться просто невероятно. Я специально подготовила саму парфюмерную воду. И сейчас я буду исходить не как мы, ну и, конечно же, так же, как мы обычно изучаем подбор аромата через флакон, через цвет аромата, а будем так же изучать само звучание. То есть я буду сначала описывать, а потом слушать и говорить, какой аромат. А вы можете взять каталог или, если у вас есть тестер или вот эта парфюмерная вода, можете вместе со мной. Ну что, давайте смотреть. Тип аромата восточный, цветочный. Восточные типы аромата чаще всего подходят в холодное время года, когда нам необходимо уже более такие интенсивные, более такие, можно сказать, даже такие тяжелые, да, которые притягивают на себя внимание и звучат на кожаной одежде, на каком-то, когда мы надеваем мех или шерсть. Эти ароматы восточные будут раскрываться особенно. Если мы используем аромат восточный, в классическом понимании восточный, цветочный, мы можем его использовать. Цветочный здесь придает такую женственность, такую утонченность. Тогда мы можем использовать осенью, особенно сейчас, когда холодная осень, когда уже действительно, ну, уже прям холодно. Мы уже можем использовать в течение дня. То есть если мы на раннюю осень говорили, что восточный тип аромата лучше всего использовать во второй половине дня, потому что он будет тяжело передаваться, то когда уже достаточно холодно и восточно-цветочный тип аромата, и прошу обратить внимание, мы говорим только о моноаромате, где один ключевой ингредиент, бобы тонко, потому что они по-особенному звучат, тогда мы можем наносить в течение дня. Если мы смотрим на флакон, флакон такой лаконичный, строгий, элегантный дизайн, о чем это говорит? Что это исключительно элегантный парфюм для девушки, которая идет на деловую встречу, на деловые переговоры, идет на вечер. А за счет вот такого флакончика, такой флакон, он с одной стороны, да, такой простой, а с другой стороны он все равно имеет такую форму закругленную, немножечко такую как монетку. И это напоминает немного такое элегантное минималистичное украшение, которое, да, вот как в виде кулона. И здесь мы уже понимаем, что мы можем этот аромат в том числе использовать на какие-то мероприятия, где у нас будет уже какой-то вечерний туалет. Это может быть платье в пол, это может быть строгий костюм, но уже с вечерними какими-то аксессуарами. И, разумеется, цвет воды самого парфюма, говорит, он достаточно такой прозрачный, но с золотистым оттенком. И это также говорит о том, что его отлично в холодное время года, и его отлично на вечер, ну и в течение дня. Если бы он, смотрите, был интенсивно золотой, интенсивно желтый, или бы сам флакон был немного украшен какими-то такими элементами, более такими, ну как украшения, да, как какие-то вот витиеватые какие-то украшения. Возможно, сам флакон был бы в форме женской фигуры или в форме какого-то фужера, бокала, неважно. То есть мы бы здесь понимали, что это исключительно больше такой торжественный. Эта парфюмерная вода отлично подойдет и как для вечера, делового вечера, ну и так и для свидания. Потому что элегантность – это, конечно же, женственность. Это, конечно же, проявление какой-то вот этой вот женской утонченности. И сейчас открываем аромат и слушаем. И за счет того, что это моноаромат, он создает ощущение такой насыщенности. И если, несмотря на то, что он восточный, и, ну, благодаря еще тому, что он цветочный, и это моноаромат, еще раз повторюсь, если вы такой аромат нанесете с утра и пойдете в офис, где сидят коллеги, он не будет звучать удушающе, потому что там не широкая парфюмерная композиция, потому что это моноаромат. И поэтому, ну, я призываю вас, девушки, на осень вот такой универсальный аромат использовать всем. Смотрите, для любительниц таких ароматов, когда он такой говорит о себе, говорит о характере, говорит о какой-то элитарности, и вот этот аромат отлично использовать. Ну, за счет того, что это моноаромат, он, конечно, звучит иначе. Он не похож ни на какие остальные ароматы, которые у нас представлены в парфюмерной композиции, где там 2, 3 и больше. Да, ингредиентов. И поэтому, смотрите, этот аромат подойдет для амбициозной, для уверенной, серьезной, для лидера, для девушки, которая, ну вот, сразу хочется выпрямить осанку, когда слушаешь этот аромат, сразу хочется встать на каблук, не придать какой-то вот этой сексуальности, да, когда мы надеваем шпильку, там, юбочку и так далее. Нет, здесь именно такой устойчивый каблук, здесь такая строгая прическа или какие-то мягкие локоны, острые углы пиджака, жакета, здесь, возможно, брюки или юбка-карандаш, и здесь обязательно какие-то минималистичные украшения, возможно, это даже мужские часы, если мы говорим не о минималистичных украшениях, а о каких-то, или какой-то широкий браслет. Потому что вот эти детали, они придают как раз вот этой индивидуальности, вот этой уверенности, вот этого посыла, который, ну, действительно, может дать только, ну, настолько уверенная в себе женщина, которая вот идет и абсолютно с царской осанкой, с прямой спиной. Представили себе образ такой девушки? И вот для такой девушки идеально, когда она заходит в лифт, выходит из лифта, заходит в комнату, выходит, и за ней остается шлейф вот именно такого аромата. И здесь отлично подчеркивают бобы тонко вот эту деловитость, вот эту элегантность. Поэтому я призываю вас, девушки, использовать вот такой аромат. Утром в офис, на деловую встречу, но не на встречу с друзьями, здесь немножечко уже другое. Когда такая девушка идет на встречу с друзьями, ну, она же не бизнес-леди, она, возможно, даже надевает что-то романтичное, возможно, да, она переодевается во что-то удобное. Это могут быть кроссовки, это может быть мягкий костюм. И, конечно, такой аромат, такой элегантный, строгий, он может немножечко не так ассоциироваться с такой девушкой. То есть он такой больше про строгость. И также в течение дня на деловые встречи, вечером романтические свидания, но не когда девушка порхает, а, возможно, это романтическое первое свидание, когда девушка, да, вот хочет показать вот такую свою царскую натуру. Да, подойдет отличный аромат. Мероприятие подойдет. Бизнес-встреча, да, отлично. Сразу образ, да. Вот, смотрите, когда мы представляем образ аромата, и мы примеряем на себя, мы примерить на себя можем абсолютно любой образ. Мы можем на себя примерить образ бизнес-леди? Конечно. Почему нет? Мы можем встать на каблуки, собрать волосы, накрасить алой помадой губы, надеть какой-то строгий жакет и нанести вот этот аромат. Все, мы бизнес-леди. Мы несем такой посыл. Аромат усиливает. А потом мы захотели стать романтичной особой. Поэтому абсолютно каждый аромат может подойти абсолютно каждой девушке. Тут нужно отталкиваться не от цвета волос, не от цвета глаз, не от характера, а от того настроения, которое вы сейчас хотите нести миру. Сегодня я хочу быть роковой. Я выбираю аромат какой-нибудь агрессивный такой, который будет подчеркивать какую-то смелость характера. Потом я захочу быть очень мягкой, я буду использовать ванильные ароматы. И поэтому пополнять парфюмерный гардероб необходимо различными ароматами. Многие девушки делают так. Ну вот, собирают парфюмерный гардероб, и собирают в этом парфюмерном гардеробе, ну, примерно одинаковые ароматы. Вот все у них там может быть сладенькие ароматы, так или иначе отличающиеся друг от друга. Но смысл один – фруктово-цитрусовые лица, фруктово-цветочные, то есть сладкие какие-то ароматы. И нам, конечно же, сложно, мы девушки, мы актрисы по своей натуре. Мы сегодня в таком настроении, потом в таком. Я пойду налево, пойду направо. Я ведь королева, я имею право. И это наша женская внутренняя свобода, которую мы вправе демонстрировать миру. И ароматы, конечно же, будут это усиливать. И чем больше у нас вот таких разных ароматов, тем больше у нас возможности раскрыть свое настроение, раскрыть свою подачу миру. Это не значит, что вот если вы взяли какой-то строгий аромат, вы всегда будете теперь строгой. Ну нет, конечно. Вы можете просто на себя это примерить и побыть в этом образе. Почему нет? И, возможно, вы именно в этом образе добьетесь каких-то успехов в переговорах и так далее. Или на работе. Второй аромат, о котором… Ну и, разумеется, хотела сказать, что, как вы видите на баннере, здесь скидка 49% идет на этот потрясающий аромат. И я действительно призываю каждую девушку осмелиться, если еще не собиралась приобретать себе такой аромат, в осенний гардероб добавить вот такую парфюмерную композицию. Потому что это действительно универсальный, достойный и сложный своей простотой. Несмотря на то, что это моноаромат, он сложный своим посылом. Его нужно прочувствовать и понять, когда его лучше всего наносить и почувствовать вот это настроение. Следующий аромат, который представлен также с глубокой скидкой, у нас идет туалетная вода Эклафен. Давайте сейчас посмотрим. Сразу же будем смотреть на флакон. Здесь уже мы говорим, несмотря на то, что у нас флакон такой тоже строгий, элегантный, лаконичный, они даже между собой немного похожи. Но обратите внимание, Эклафен – это парфюмерная композиция. Восточный, цитрусовый и древесный. Восточность – это те типы ароматов, как мы уже сказали, не буду повторяться, это для осени, это для холодного времени года, это такие согревающие ароматы. Цитрусовый аромат придает больше свежесть, придает оптимизм, придает вот этой игривости, изюминки какой-то. А древесный, древесная композиция, то есть тут три типа, да, сочетается. А древесность придает бархатистости, придает строгости, утепляет. И вот эта парфюмерная композиция, поскольку здесь, смотрите, здесь и жасмин, здесь у нас что еще, 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 ну да, да, здесь основной ингредиент – цветок жасмина, мандарин, ну и дерево. Смотрите, когда мы говорим о парфюмерной композиции, ну, такой вот, достаточно сложно. Он и восточный, и древесный, и цитрусовый. То здесь можно сказать, что за счет того, что он восточный, но не моноаромат, вот здесь я бы уже вам не рекомендовала его наносить утром. Поскольку здесь присутствует древесность, его можно наносить в течение рабочего дня. Древесность придает строгости и бархатистости. Его можно наносить на вечер. Этот аромат придает элегантности. Представьте такую девушку, вот как мы представили первую девушку, только давайте теперь представим девушку под этот аромат. Это уже не строгая прическа, это уже распущенные локоны больше, возможно, свободный пучок какой-то на голове, но такой немножечко струящийся, небрежный, да, такой, с какими-то выбившимися локонами. Это уже не алая помада агрессивная, а это уже немного пыльная роза, немножечко даже растушеванная. Это такой легкий-легкий смоки. Это уже, если будет жакет, то под жакетом будет платье и шпилька. Это будет юбка три четверти и шпилька, к примеру, да, или это будет на низком ходу, и с юбкой сверху может быть надет какой-то жакет. Это уже чуть-чуть помягче образ. Эта девушка уже несет миру свою игривость, потому что здесь цитрусовость добавлена. И восточность здесь не в виде моноаромата, а восточность здесь в виде парфюмерной композиции. И когда мы идем, наносим этот аромат, то мы здесь больше проявляем свою мягкость и женственность, и даже где-то какую-то привлекательность и игривость. Но в то же время мы остаемся в структуре такого образа бизнес-леди, но немножечко помягче уже такой, которая все-таки пользуется своим женским обаянием, пользуется своими женскими чарами, своей мягкостью, и надевает больше юбочки для того, чтобы действительно женскую силу свою направлять в нужное русло. Этот аромат представлен со скидкой 58%. Если вы примеряете на себя образ такой дивы, то, конечно же, такой аромат должен быть в вашем осеннем парфюмерном гардеробе. Это тоже такая классика ароматов, которая должна быть абсолютно в любом женском гардеробе. Но по образу выбирайте именно то, что ближе вам вот в этом сезоне. Мы идем дальше. Следующая парфюмерная вода – это Эклам от Мазель. В цветочный, фруктовый и зеленый тип аромата. Смотрите, цветочный – это про игривость, про свежесть. Фруктовый – это про сладость, возможно, там цитрус. И зеленый – это про свежесть. То есть такой аромат мы идеально можем наносить с утра в офис. Мы будем проявляться… Он не будет отягощать, даже если, да, там окна не открываются, то работают только кондиционеры, замкнутое пространство. Девушка будет придавать атмосферу легкости. Цветочный, фруктовый аромат – да, этот аромат легкости. Эта девушка, несмотря на осенний период, она может держать этот аромат на тумбочке рабочего стола, в тумбочке рабочего стола, и поправлять его в течение дня. Эта девушка с… Ну, не то, что там в легких сарафанах, но уже в такой не строгой одежде. Это могут быть какие-то вот мягкие какие-то текстуры. Это натуральная шерсть. Это могут быть какие-то удлиненные юбочки, может быть брюки. Но что-то такое помягче, что-то такое не про строгий бизнес, а уже про будни, про коллег, про свой посыл. И когда вы просто, женщина, вы этим наслаждаетесь, и вы не хотите… Ну, вот вы знаете такой посыл. Я девочка, я не хочу ничего сегодня решать. И сегодня у вас такое настроение. И поэтому с этим настроением берите аромат Экла Мадемуазель. Сам за себя говорит Мадемуазель. И сегодня вы нежная, утонченная Мадемуазель. Этот аромат идет со скидкой 56%. Он идет в таком изящном, немножечко сложном, как женский характер, как женское проявление флакони. Он достаточно прозрачный, что, конечно, говорит о легкости натуры этой девушки. О том, что с ней комфортно разоговорить на любую тему. Она оптимистична, она всегда также поддержит вот это настроение легкости, воздушности и какими-то своими грамотными женскими чарами решит абсолютно любой вопрос. Сейчас наличия нет, но обязательно появится, потому что в ближайшее время он обязательно появится. Идем дальше. Какой у нас еще аромат? Ой, это один из любимых ароматов Амбра Алексея. Когда мы говорим о серии ароматов Амбра Алексея, это для таких любительниц восточных сложных. Тип аромата восточный, ванильный и амбровый. Амбровый тип, ну, восточный мы поговорили. Ванильный придает теплоту, придает... Ну, ванильный тип аромата в сочетании с восточным отлично вообще подойдет на осенний период. То есть вы уже понимаете, да, что названия сами за себя говорят, описание парфюмерной композиции. И, разумеется, амбровость, это придает вот этот... Успела три, купила. Отлично. Амбровость придает вот этот вот шлейф... Амбровость придает этот шлейф, да, который будет оставаться даже когда на улице холодно, да. Вот когда... Ну, мы когда наносим ароматы, мы же не только... Вот сейчас, допустим, про мадемуазель, мы говорили, ну, вот в офисе когда или дома, когда тепло, чтобы вот эту легкость, да, вот как будто вот внутри в помещении такая теплая, свежая погода. А когда мы говорим амбреликсир, здесь мы уже можем нанести на... Когда мы выходим на улицу, и за вами будет оставаться вот этот тоненький, приятный шлейф, даже несмотря когда вот, ну, на улице такой разряженный холодный воздух. И амбреликсир как раз для девушки, которая может его наносить в вечерний период. С утра я бы, конечно, не рекомендовала наносить, ну, если вы работаете в офисе, да, в каком-то достаточно закрытом пространстве, с утра этот аромат я бы не рекомендовала наносить, но во второй половине дня идеально. Здесь уже что? Давайте посмотрим сам флакон. Здесь уже девушка может надеть крупные украшения, здесь могут быть какие-то в золотистых оттенках макияж, здесь может быть какой-то, какой-то наряд такой достаточно сложный, или какой-то, когда вот у девушки свой вкус такой, какой-то там дизайнерский, это может быть рубашка надета задом наперед, это могут быть какие-то интересные брюки, это может быть какая-то юбка-брюки, это могут быть брюки-палаццо, обязательно там должен присутствовать каблук, потому что все-таки, обратите внимание на флакон, это золото, это элегантность, это вот эти все четкие такие удлиняющие линии, и, конечно, мы видим, что этот аромат тоже про изысканность. Мы сегодня говорим обо всех ароматах, которые про изысканность, про женственность, про утонченность. И амбр эликсир отлично подойдет, если вы пойдете на встречу и с друзьями, пойдете там в ресторан, пойдете на встречу с деловыми партнерами. Экламон Парфа сегодня у нас не представлен, поэтому у меня по нему нет баннера, сегодня я по нему не могу поговорить. Я посмотрю, если сейчас он в каталоге есть, то пару фраз о нем скажу. Так вот, амбра, гелиотропы, мандарин. Мандарин будет придавать вот этой цитрусовости, вот этой все-таки женской игривости, вот этой притягательности. Амбровость будет придавать такого, как же сказать, такой статусности, да, когда вот девушка со сложным, возможно, характером, со своим мнением, она не строгая, нет, но она просто такая богатейшая натура внутри, то есть в женщине столько мудрости, столько знаний, столько, возможно, какого-то креатива. И вот есть такие девушки, которые, ну такие женщины, которые вот просто заходят, и ты чувствуешь, что если сейчас она начнет говорить, все вокруг замолчат и будут слушать. И если вы хотите вот примерить на себя образ вот такой дивы, обязательно возьмите себе амбра эликсир или вот какой-то из трех этих ароматов, потому что я взяла один, потому что в целом у них описание очень схожее. И, конечно же, парфюмерная вода, Love Potion Midnight Wish. Это ограниченный выпуск. Парфюмерная вода представлена со скидкой 30%. И смотрите, специальная цена при заказе на 990 рублей из 15-го каталога будет, парфюмерная вода, это будет по стоимости 799 рублей. Обратите внимание, здесь указано две цены. Давайте посмотрим на флакон. Флакончик у нас в виде тонкой женской шпильки. Такой плоский, черный. Мы не видим, мы не видим абсолютно какого цвета парфюмерная композиция. Но на флаконе, на самой крышечке мы видим блестки. Вот именно сама крышечка, пластик, прям с блестками. О чем это говорит? Ну, во-первых, это говорит об особых случаях, когда либо цвет флакона полностью закрыт, мы не видим цвета, аромат цвета парфюма, либо цвет парфюма очень темный, да, даже такой насыщенный. Это нам сразу подсказка о том, что этот аромат лучше всего наносить в вечернее время, для особых случаев. Чем прозрачнее водичка, чем прозрачнее флакон, тем, значит, мы можем больше его наносить с утра, там, днем, ну, да, там, ближе к вечеру. А если плотный, ну, плотный, закрытый, то значит, что, скорее всего, это такая достаточно сложная парфюмерная композиция, которую, ну, с утра не стоит наносить, потому что такой достаточно тяжелый для утра аромат. Что здесь представим? Ну, он восточный, он ванильный, и он еще и фруктовый. Смотрите, мы говорили, да, напоминает Эйфелеву башню. Это все про романтичность. Эйфелева башня с чем ассоциируется? С Парижем, с романтичностью, с предложениями, с какими-то любовными историями и так далее. Эйфелева башня, женская шпилька. Что еще вам напоминает? Пишите, возможно, какая-то капля. Смотрите, когда мы говорили, у нас был восточный цветочный древесный аромат, сейчас у нас восточный ванильный и фруктовый. То есть здесь нет древесности для строгости, и для того, чтобы мы понимали, что, ну, можно с утра там или там на деловую встречу нанести. Здесь нет цитрусовости, которая будет придавать какую-то свежесть. Здесь нет типа зеленого, который тоже будет придавать свежесть. То есть мы понимаем, что это отлично. Ну и причем здесь парфюмерная композиция. Засахаренная вишня, сладкий кофе и древесный мускус. И, разумеется, мы сразу же понимаем, что это аромат для особых случаев. И флакон, и описание аромата, и тип аромата, и парфюмерная композиция. Все нам говорит о том, что этот аромат для особых случаев. А название? Love Potion Midnight Wish. Конечно же, это такая необычная гурманская композиция. Засахаренная вишня и кофе будет, представляете? И этот аромат мы наносим, когда мы хотим произвести впечатление на своего партнера. Когда мы надеваем либо домашнюю красивую одежду, либо мы идем в гости, но туда именно где будет, ну, там именно со своим партнером. Или там, где будет ваш потенциальный объект вашего внимания, и вы захотите оставить точно сладостное, влекущее ощущение и впечатление. И, конечно же, для таких особых чувственных случаев, я уже не говорю про полночные свидания, я уже не говорю про какие-то романтичные свидания вдвоем. Это, разумеется, само собой. Но даже когда вы идете просто в театр со своим мужчиной и хотите, чтобы он на протяжении всего мероприятия обнимал вас, целовал вас, держал вас за руку и наслаждался тем, что рядом с ним такая благоухающая, прекрасная, манящая женщина, то тогда нужно использовать женские секретики и использовать вот такой тип ароматов. И, конечно же, и снова я рекомендую пополнить свой парфюмерный гардероб. Для девушек, кому нужно обязательно освежать влечение своего партнера к себе и тем девушкам, кто сейчас не находится в паре, но есть объект внимания, который нужно все-таки, чей взор нужно обратить на себя, обязательно используйте такой аромат. На сегодня у меня все. Меня просили еще поговорить про Экла Мон Парфа. А, да, Экла Мон Парфа здесь представлен. Сейчас быстренько скажу. Смотрите, Экла Мон Парфа, цветочный и зеленый. Здесь что представлено? Здесь представлена китайская груша, нэш и миндальная пудра. Этот тип аромат и сам флакон, сейчас я вот вам покажу, сам флакончик, чтобы понимали, о чем мы говорим. Сейчас я уберу вот так. Сам флакончик говорит о том, что, смотрите, он не такой, смотрите, вот строгий, да, вот как этот флакон. У него здесь такие есть грани, розовый оттенок, ну и, конечно же, конечно же, вот это украшение нам говорит о чем? Что девушка такой аромат может наносить с утра, да, потому что это цветочный и зеленый. В офис, да, отлично. Примерно схожая с Эклам Мадемуазель позиция вот этого аромата. Но здесь больше такой, знаете, женственный шарм. Если вот здесь мы говорим «Я Мадемуазель», то вот здесь мы говорим «Я мисс, я мисс вселенная». И здесь мы, конечно же, когда используем Эклам Мон Парфа, мы не просто даем легкость какую-то окружению, мы не просто даем какой-то, ну, женский оптимизм, да, вот этот посыл. Здесь мы все равно настаиваем на том, что каждая девушка принцесса внутри. И, конечно же, здесь мы через этот аромат Мон Парфа можем уже проявлять какие-то свои женские чары, но в таком, знаете, в таком формате, когда это не капризы, а когда это какая-то вот женская мудрость. Когда мы, когда... Здесь девушка также может смотреть Эклам Мон Парфа, она может надеть также платье, сверху жакет, как мы говорили про аромат Эклафе. Но здесь будет больше мягкости. Здесь будет, да, платье, жакет, но здесь может быть какое-то украшение в виде изящного бантика на шею. Это может быть какое-то украшение в виде изящного бантика, ну, какое-то украшение, которое будет добавлять женственность. Это может быть какая-то очень милая брошка. Это должно добавлять чего-то, помимо строгости, должно добавлять вот прям какой-то особой женской натуры. Смотрите, здесь еще китайская груша Нэша, она придает сладость, а миндальная пудра придает вот эту вот пудровую изысканность, когда женский аромат не просто такой цветочный, легкий, а когда он еще немножечко с таким напылением влекущим. Когда девушка проходит, из-за ней остается такой немножечко пудровый шлейф. И вот тогда такой тип аромата. Его также мы можем добавить в парфюмерный гардероб. Именно количество скидки в цифрах я вам сейчас не скажу, но здесь тоже он идет с глубокой скидкой. Здесь цена достаточно привлекательная, обратите внимание, почти, ну, там, мне кажется, около 40%. Можете посмотреть в каталоге самостоятельно, высчитайте, у меня просто баннера под него нет. И вот также можно, им также можно пополнить свой парфюмерный гардероб днем, в офис, дома. Возможно, какое-то свидание с мужчиной в закрытом помещении, потому что на улице есть вероятность, что такой тип аромата не будет слышно. То есть он не будет сильно, потому что там нет восточности, там нет амбровости, древесности. Он может быть, ну, он может не раскрыться достаточно, если это будут уличные свидания. Поэтому это должно быть достаточно закрытое. Ну что, на сегодня все. Вот такие прекрасные ароматы представлены в 15-м каталоге. Я рекомендую, отлично, уже заказали. Я рекомендую, мне кажется, ну, вот здесь представлено 4, и вот еще 5. Вот, пожалуйста, вот вам 4-5 ароматов, которыми можно пополнить свой осенний гардероб. И его каждый можно отнести под разный образ, под разное мероприятие, под разный посыл. Ну вот, 3 аромата так точно, если мы говорим вот об этих 3 ароматах, они точно абсолютно на разное настроение, для разных ситуаций и для разных образов. Поэтому, девочки, я призываю вас экспериментировать с парфюмерным гардеробом. Не собирать в своем парфюмерном гардеробе одинаковые ароматы. Собирайте разные. Если вы выбрали ароматы, вам показалось, вот вы его получили, вам показалось, ну нет, что-то не мое, подарю. Я всегда это говорю, не стоит, не стоит. Магнетисту мы на прошлом эфире разбирали, его сейчас нет в этом каталоге, поэтому он не представлен. Он был в прошлом каталоге, в прошлом или позапрошлом со скидкой. Как будет в следующем каталоге, если будет со скидкой, мы обязательно магнетисту обязательно еще раз разберем. Не старайтесь избавиться от аромата, который вам показался, ну нет, не мое. Дайте ему время настояться, 3 месяца. Приходите к нему периодически раз в месяц, под разное настроение, прислушивайтесь. Есть вероятность, что вот этот аромат, который вам показался, ну, наверное, не мое, он раскроется иначе. И это, есть вероятность, что станет одним из ваших любимых ароматов. Поэтому давайте ароматом второй шанс, если бы поначалу показалось не то. Опять же, когда мы выбираем ароматы, мы должны учитывать состояние здоровья, гормональный фон. Потому что если есть небольшое, небольшое изменение в состоянии организма, я не говорю сейчас о насморке, там, обонятельное ощущение, нет. Просто когда у нас есть там какой-то гормональный сбой, когда у нас есть какие-то простудные или еще что-то, организм начинает выделять токсины, борется с заболеванием, да, там, с каким-то недугом. И он не так воспринимает, и аромат на вас не так раскрывается. Поэтому я всегда говорю, выбирайте аромат, наносите на себя, когда вы точно знаете, что у вас нет никаких, ну, сейчас отклонений со здоровьем. Вы абсолютно здоровы и хорошо себя чувствуете, и ваша кожная секреция выделяется так, как она обычно, собственно, выделяется, и аромат на вас так и будет раскрываться. Поэтому любите себя, заставляйте всех вокруг любить себя, примеряйте на себя разные образы. Заставляйте, я имею в виду, используйте правильные посылы, правильные ароматы в нужных ситуациях. Пополняйте свой парфюмерный гардероб и грамотно пополняйте свой парфюмерный гардероб с продуктами, которые представлены глубокими скидками. У нас представлены достойнейшие ароматы в каждом каталоге, в этом этот каталог не исключение. Поэтому обязательно после эфира пополните свой парфюмерный гардероб хотя бы двумя-тремя этими ароматами. Я желаю вам отличного дня, хорошего настроения, разных образов. Раскрывайтесь в новых ролях для себя и будьте счастливы. Высоких вам продаж, хорошего вам настроения. Спасибо за вашу активность, спасибо за внимание. Мы увидимся с вами уже в понедельник на запуске новинок нового 16-го каталога со Снежаной Полежаевой. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok